А степап то ребята не спит, они уже создали свою сеть степнетворк, они уже запустили свою DEX площадку, у которой создан уже новый токен SPEX и вы можете создавать пару ликвидности уже в их сети степнетворк и зарабатывать этот новый токен SPEX. Как все это сделать я вам покажу в этом видео. Но перед этим давайте проверим что у нас тут происходит со стейкингом, еще с незапамятных времен у меня стейкаются вот эти вот монетки FITFI, стейкаются здесь, но возможно уже лучше их перебросить в другое место. Давайте я сейчас здесь сменю сеть на Avalanche, напоминаю что это все у нас на сети Avalanche. Так, прогрузилось, ну давайте сделаем, здесь мы сделаем просто рестейк, не буду я там как бы ничего тут заморачиваться, было 202, сейчас станет там сколько там, 204, эти валяются здесь, тем более эти токены куплены по космической цене. По хистерии кстати я ни черта не выиграл, на всех этих вещах я ничего не выиграл. Ну где, ну куда делись мои два токена? Появились как бы две отдельных, два отдельных пула, не один добавился ко второму, а что-то короче какая-то ерунда, ладно фиг с ним. Также не забывайте еще на данный момент будет ссылка в описании, можно же участвовать в фарминге токенов KCAL, ну точнее токен FAT, который нам потом конвертирует в токен KCAL, который когда выйдет само приложение. Ссылку оставляю в описании, то есть присоединяйтесь, там нужно просто ввести вашу почту и все. Вот так, ну вот эта кнопка Join Whitelist вас бросает на вот сюда, на стейкинг. Но мы возвращаемся к самой главной новости, о чем будет сегодня речь. Есть такой сайт, называется step.network, ребята. Ну вот здесь короче много чего написано. Нажав сюда вы можете в один клик добавить себе в MetaMask сеть Step, но она у меня уже туда добавлена, я этого делать естественно не буду. Ну и здесь чисто теоретические данные, насколько я здесь знаю, ничего полезного особо здесь вы не увидите, кроме что вот ссылок внизу есть Launchpad и Ecosystem. Если мы заходим на Launchpad, то вот эта вот страничка, ребята, выглядит вот так. Ну в меню здесь у нас ничего нет, кроме мейна и Ecosystem found. Опять же ссылки на стейкинг идут здесь. Давайте крутим вниз, можно увидеть, что токенов FitFi уже 1 миллиард за стейкона и 100 тысяч людей это делают. Ну вот это и есть наша комьюнити. То есть Launchpad. Launchpad это у нас что? Это площадка, которая есть обычно у Dex и Cex, на которых происходит запуск обычно новых токенов. Вот они уже это, короче, дело вроде как сделали и здесь есть даже форма типа податься, если вы хотите, вот apply for Launchpad, если вы хотите разместить свои там токены у них, можете как бы сюда подать. То есть уже как бы экосистема сделана. Но опять же, идем дальше. Есть сайт step.exchange, ребята. И здесь есть, ребяточка, ссылочка на токен, на logdrop guide, что мы будем делать. Во второй половине видео мы заведем токены в их сеть сети Avalanche, мы перебросим их в сеть StepUp, положим, создадим пару ликвидностей, положим эту пару ликвидностей в лог и будем фармить их нативный токен децентрализированной биржи, который называется Spex. Про него я чуть позже вам покажу. Ну, обменчик у них еще, я так понимаю, пока что, ребята, не заработал. Но что у них уже заработало, это, короче, механика их нового токена Spex. Можете как бы здесь почитать, это вот та информация, которую вы можете прочитать по ссылке токен. Есть токен Spex, который постоянно, в общем-то, сжигается. 1% после обмена у него уходит сжигание. И он будет нам идти в награду за стейкинг. Мы с помощью пар ликвидности будем фармить именно вот этот токен. Если нажать кнопочку меморандум, перевел его на русский, тут можно кое-что интересное увидеть, что у нас есть. Для токена StepX нет венчурного лаунда. Вместо этого Genesis будет выделен, ну, только не шкафчиками, да, а пулами ликвидности. Total Supply у нас 3 миллиарда токенов Spex. Ну и чтобы начать их зарабатывать, нужно минимум на 3 месяца, там 3, 6 и 12 месяцев точнее, положить их в фарм с локом на этот период. И на это все дело нам выделят 7%. То есть вот эти все награды 15, 90, 15, 90 миллионов, это 7% от 3 миллиардов. Дальше у нас идет информация, собственно говоря, о локдропе, что мы будем делать. Это комбинация замков ликвидности и аирдропов. Они ввели такое понятие, как аирдроп ликвидность. Типа они максимально ориентируются на пользователей, а не на всяких там венчурных инвесторов. И, соответственно, простые пользователи должны вложить денежки на долгосрок. И этот долгосрок идет там, допустим, на 3 месяца, на 6 и на 12 получается. И вот по их подсчетам, если вы вложите на 3 месяца, разница между там типа 3 и, почему 10, не знаю, должно быть 12 месяцев, 3 и 12, там разница 3 и 3, а множитель будет 5. Вот множитель. На 6 месяцев будет множитель 2 и 2, а на 5 месяцев будет множитель 5 икс. То есть еще 25% в бонус добавляется. Я буду закидывать часть на 3 месяца, часть на 6 месяцев. В видео я вам покажу, как я закинул на 6 месяцев небольшую сумму в паре FIT токены с USDT, а на 3 месяца я уже за кадром положил токены USDC с токенами FIT. Ну, принцип работы ликвидности такой же, как и на всех биржах, как на Pancake, как и Uniswap, они говорят. Преимущество для вас это то, что вы становитесь частью, ну, биржи DEX. На самом деле это очень важно. Если запуск будет хороший, то на всех новых DEX, так же было на Biswap, на Uniswap, на Pancake, на Pandora, везде этот процент очень большой в начале. Ну, и если здесь нам насыпят приличное количество токенов SPEX, ну, я буду очень рад. Мы можем сделать, ну, тут несколько иксов за первые дни, на самом деле. Пока что точных процентов рассчитать возможности нет. Никаких венчурных капиталистов и защиты от наемников. Ну, это не о том, что говорят, что нету сидраундов, private sale и всего остального. Безопасность от Alameda, прям на Alameda, ну, понятное дело, темными делишками занимается Alameda. И, в общем, они говорят из-за того, что у нас есть вот этот lock drop, минимум на 3 месяца, а потом на 6 и на 12. Мол, такие компании, как Alameda, не очень заинтересованы сюда заходить. А то они заходят, вкидывают кучу бабок, а потом в один момент их в секунду снимают моментально и этим самым обрушивают курс токеном. Ну, они таким образом пытались от них защититься. Если вы зашли вот на главную страницу, даже той же Step.Exchange, ну, и в других местах, вы будете встречать вот lock drop guide. Вот здесь он lock drop guide и вот здесь вот lock drop guide. И вот, собственно говоря, это страница гайда. Здесь все довольно, в принципе, понятно расписано, как нам добавить ликвидность в наши токены. Давайте, забегая наперед, прокрутим вниз. У нас есть вот такие вот 4 блока ликвидности. Первое, это для стейблкоинов, то есть можно создавать пару USDC, USDT. Здесь именно, смотрите, какие пары нужны. Смотрите, на пару USDC, USDT выделяется 15 миллионов токенов SPEX. То есть токены SPEX у них нету предпродажи, seed round, private sale и так далее. То есть все эти токены будут созданы с помощью вот этого вот фарминга. Ну, может еще с помощью каких-то механик. Пары к эфиру, пары к биткоину, BNB, AVAX и FITFI к стейблкоину. На эти токены выделяется уже 90 миллионов токенов SPEX. То есть они будут равномерно распределяться между всеми участниками. Комьюнити токены какие-то, ну, не объявлено еще что. Еще 15 миллионов сюда. Дальше у нас уже идет фаза 2. То есть то, чего еще, я так понимаю, нет. Потому что еще никто не нафармил этих токенов SPEX. Какая цена будет токенов, абсолютно непонятно. В общем, еще 90 миллионов токенов будут в качестве награды тем, кто стейкает токены SPEX, USDC, SPEX, USDT и SPEX, FITFI. Идем к инструкции. Нам предлагают перейти на multichain.org. Это, блин, отдельная история. Это жесть. Ребята, в конце видео я вставлю вставки того, как я знакомился с этим multichain. Посмотрите обязательно до конца. Там можно посмеяться и поплакать. Итак, нам предлагают перекинуть с помощью multichain.org, это bridge, с сети, которая у вас есть. Ну, точнее, с сети Avalanche, например, токены FITFI. Токены FITFI, сеть TPAP. Нам нужно это делать для того, чтобы там сейчас создавать пары ликвидности. Поскольку, ну, я на странице не увидел, у них сейчас рабочий обменник. Ну, вот видите, сетей здесь много, то есть и Binance, и что хочешь здесь есть. Потому, как бы, выбирайте любую сеть. Там, Tron, Binance, я с Binance, с Avalanche перекидывал. Токены FITFI я с биржи OKEX. Я купил токены FITFI на бирже OKEX. Перевел их себе на MetaMask в сеть Avalanche. Потом тут выбрал сеть Avalanche. И перекинул в сеть StepUp. Какие токены нужно перекидывать? Ну, из расчета вот того, что вы хотите здесь майнить. Если бы у них сейчас обменник работал, можно было бы просто перекинул любой токен в нужном количестве. И там его потом обменял уже в сети StepUp. Но, повторюсь, я не нашел рабочего у них обменника сейчас. Потому, я перекидывал отдельно токен USDT из сети Binance через мост в сеть StepUp. И отдельно токен FITFI из сети Avalanche в сеть StepUp. Но, это как обычный DEX. Коннектируй свой кошелек. И будьте здесь очень внимательны. Дальше узнаете почему. Давайте сейчас попробуем сделать. У меня есть, давайте тут сеть Binance. Да, вот 16 USDT. Хорошо. Если я хочу. Минимум Crosschain fee. И опять этот гребаный эфир. Да что бы ты сгорел этот эфир. В StepUp я хочу. 16. Хорошо, давайте проэппрувим. Эппрув. Так, USDT в сети Binance. Правильно, я хочу перевести в USDT в сети StepNetwork. Тут сколько надо тысячелетий подождать. Кнопка Swap. А, вот Swap. Ну, отлично. Так, ну, транзакция прошла. Ну, вот у меня уже Confirm есть здесь. А, до сих пор не выскочила Confirm. Все-таки, ребята, все начало проходить. То, может, как бы, когда мы нажимаем и Provo, оно долго очень тупит. Но, вот, вроде как, опять чуть не сделал эту же ошибку. Мать его, да чтоб тебе, блин, нафиг мне этот эфир всрался. Ужас какой. Будьте еще раз внимательны. То есть, 5 токенов FIT, комиссии, ну, в сети это все нормально. То есть, то в сети эфир была конская комиссия в 10 баксов. Я отконнектил этот гризли сраный. И оно все равно мне задалбывает. Так, ну, давайте покажу вам, что-таки в итоге дошло. Ну, как-то она странно немножко работает. Может, я что-то не привык. Ну, вот, давайте смотреть. Эссетс. Вот, 15 долларов, те, что я перекидывал, дошли. Сейчас должны до грипти и остальные токены FITFI. Во, вуаля, наконец-то они добрались до нас. Так, теперь вот все по инструкции. Да, то есть, мы сделали обмен. Теперь нужно идти на страницу exchange, страницы pool. Choose token, click approve and add liquidity. Add liquidity. Хорошо. А потом нужно сделать liquidity. Так, где это фигня? Давайте обновим. Add liquidity. Давайте вот так вот. USDT. На 15 USDT, 172. Хорошо, давайте approve USDT. Ну, посмотрим. Сделаем это все дело с вами уже кое-как. Так, транзакция подтверждена. Сейчас сделаем добавить ликвидность. Ну, цена токена FITFI уже довольно низкая. Как бы, если она не будет, думаю, уже супер сильно падать. Тем более, они уже тут добавили и свою сеть, и свой обменник, и все, что хочешь. Думаю, уже это мы находимся в районе дна, там, 8 центов. Так, add liquidity, add liquidity нажимаю. Так, сейчас нам нужно раздуплиться. Теперь нам нужно эту ликвидность залочить. Вот, все, ликвидность, как бы, у меня есть. Окей. Дальше, по инструкции. Open lock drop. Тролливали. Окей. Открываем lock drop. Choose твой токен. Вот мой токен. То есть, оно вроде его увидело. Окей. Ну, то есть, тут сумма маленькая, 15 долларов. Хорошо, я готов залочить его на полгода. Так, как тут вести тебя? Все, ввелось. Да. Ну, нажимаем на цифру. Тут нет кнопки вишки max. Нажимаем на цифру. И вот эти вот наши пары ликвидности, 15 долларов и 172 LP токена, являются от 00005 парой ликвидности. Да, это по-идиотски непонятно. Мне бы лучше было бы, что у тебя 15 LP токенов. Мне бы было понятно, но вот на некоторых платформах оно и так работает. Ну, давайте нажмем Approve. Так, все. Количество проэпрувлено. То есть, я уже участвую в розыгрыше. Я выбрал на полгода. То есть, у меня будет Multiplier X2. И вот смотрите, тут есть пример такой, что если тейк эти 3 косаря долларов, то получается вам дадут 9000 токенов SPEX. То есть, SPEX это нативный токен вот этого вот обменника. Ну, это если так. Потому что если 9 за 11000 токенов, но опять же, это stable DAI плюс USDC дают 20. Ну, не знаю, как-то странно. Почему за пару USDC и USDT за 3000 дают 9, то есть 1 в 3 раза больше. А за пару DAI USDC, это тот же stable, который 11000 дают в 2 раза, а не в 3 раза больше. Ну, или это просто как бы пример такой совсем непонятный. Все, ну и claim, и your reward, а когда, кстати, у меня там дата, у меня вот в марте, короче, 2023 года. Вот, короче, хорошо, что я это записываю на видео, а то я в марте 2023 года, наверное, про это уже не буду помнить. А, да, create lock я еще не нажал, ха-ха, там вообще было написано create lock. Да, все, вот моя позиция, ребята, все, короче, есть, все работает. Давайте, короче, вот так сделаю, чтобы был скриншотик на память. Ну, все, будем ждать, что там нам, короче, по итогу начислят. Ну, сейчас я вообще посмотрю, подумаю, может, туда стоит закинуть и больше. Ну, ведь, да, эквивалент показывает правильно, 30 долларов, то есть 15 в долларах и 15 в токенах FitFi. Все, как бы, показывает правильно, залучили на полгода. То есть, большую сумму, если я буду закидывать, я буду лодчить, естественно, на 3 месяца. Итак, ребята, видео получилось уже довольно длинным, не буду вставлять свои фейлы. В общем, суть в чем, что в этой свапалке, в этом мосте, там очень легко ошибиться. И когда ты выбираешь токен StepUp, оно по умолчанию тебе там предлагает сеть эфира. Не завтыкайте, не переведите в сеть эфира или еще в какую-либо другую. То есть, внимательно выбирайте, с какой сети какой токен, в какую сеть какой токен вы переводите. А на этом, в общем-то, ребята, все. Всем удачи и лайк за информацию, если она вам была полезна. Всем пока.